друзья всем привет сегодня на жилой комплекс коширка лайк здесь мы делали объект под ключ начиная с дизайн проекта далее отделочные работы и изготовление мебели и в этом видео покажу вам что у нас получилось пару слов про дизайн проект и потом перейдем к обзору и вы можете сравнить что планировалось и что получилось по факту состав проекта у нас 59 листов и количество объем у нас зависит от площади квартиры иногда дизайн проект доходит до 120 листов визуализации они необходимы в первую очередь для наших заказчиков для того чтобы они понимали какой результат они получат в итоге визуализации делаются с разных ракурсов то есть до каждого помещения 3-4 штуки чтобы можно было каждое помещение полноценно оценить и что-то скорректировать если есть какие-то пожелания то есть мы делаем корректировки визуализации добавляем какие-то элементы убираем по требованию наших заказчиков а также визуализации необходимы для нашей производственной команды для того чтобы она тоже понимала какому результату она стремится вот у нас визуализации спальни тоже с разных ракурсов далее ванная комната и гостевой санузел еще немаловажный момент на визуализациях иногда прячут инженерные коммуникации вы можете видеть здесь электрический щиток и для того чтобы картинка была красивая некоторые берут и не рисуют эти элементы на визуализации когда в живую заказчик приходит видит какую-то непонятную конструкцию сравнивать с визуализациями и задаются вопросом а что не так а просто хотелось визуализатору дизайнеру сделать красивую картинку от визуализации должны быть максимально точные для того чтобы заказчик понимал что у него будет в итоге потому что если вы подкрутите визуалки да по факту получится другое но заказчик мягко говоря будет немножко расстроен поэтому чтобы этого не произошло лучше максимально честно как она есть по факту делать визуалки для того чтобы у заказчика не было ложных ожиданий обмерный план разработку дизайн проекта мы начинаем с профессионального точного замера то есть приезжает наш специалист делает замеры замеряет каждый дюйм каждый миллиметр высоты подоконников расположение инженерных коммуникаций вытяжек и так далее расположение вводов инженерных коммуникаций в квартиру да это вода либо вот электричество это очень важно потому что иногда вы на проектировали вам все нравится но реализовать этот проект невозможно и раньше когда мы работали по чужим дизайн проектом мы постоянно с этим сталкивались один проект из трех разворачивался отправлялся на доработку потому что там где должна была идти стена была вентиляция просто дизайнер на замере это не учел и сделал просто красивую планировку но которую невозможно реализовать в данном случае либо вот у вас идет стена и упирается в стояк отопления вот чтобы этих вещей избежать нужно делать правильный замер максимально точный и указывать все максимально подробно план демонтажа демонтаж у нас здесь прям самый минимальный но иногда получается так что приходится сносить все стены от застройщика и их перекладывать для того чтобы получить свою квартиру мечты план монтажа возободимых конструкций здесь у нас есть спецификация на который мы указываем какой материал мы используем для возведения стен у нас также здесь есть конструкции из гипсокартона то есть мы строим каркас и уже обшиваем гипсоволокнистыми листами указываем толщину до материала то есть газобетон у нас есть и 100 миллиметров и 75 и 50 и в зависимости от задачи до которую несет перегородка мы выбираем нужную толщину на этом плане мы также указываем параллели и углы 90 градусов это необходимо делать для того чтобы мастер который будет возводить стены видел где ему сделать параллельные стены где задать 90 градусов на этапе перегородок это не всегда получается поэтому финишную геометрию мы уже делаем на этапе механизированной штукатурки план расстановки мебели здесь вы можете оценить расположение кровати кухне стола стульев и так далее то есть посмотрев этот план можно уже представить как выходите по квартире пользуйтесь ей и что-то скорректировать если вас что-то смущает план черного пола можно делать по простому залить стяжку в один уровень и потом наливным полом подлить тут повыше и тут пониже потому что у нас чистовое покрытие имеет разную толщину то есть если мы берем допустим ламинат кварц винил это одна толщина инженерная доска это совершенно другая уже толщина да то есть где-то раза в два больше керамогранит клей это уже третья толщина поэтому изначально мы понимаем какой чистовой материал мы будем использовать до обсуждаем заказчиком предлагаем решение он выбирает финально и под этот чистовой материал мы уже делаем разный уровень высот во всех помещениях вы можете видеть что в помещении 34 у нас одна высота а в других помещениях высота уже отличается потому что здесь используется другой чистовой материал то здесь у нас керамогранит а здесь у нас предположим кварц винил поэтому для того чтобы не переплачивать деньги за наливной пол за материал за работу лучше сразу стяжка сделать на разных уровнях для того чтобы у вас пол был в единой плоскости план отделки пола здесь вот как раз вы можете видеть где у нас керамогранит и где у нас ламинат есть спецификация на которой указаны и производитель и количество объемы чистового материала который необходимо план отделки потолка у нас здесь потолок комбинированный гипсокартон и натяжной потолок и на этом плане мы можем понимать где в каком помещении какой потолок используется план отделки стен вот посмотрите какое разнообразие да и как без этого плана вообще можно что-то сделать здесь у нас и обои и покраска и керамогранит и каждое помещение выделено своим цветом для того чтобы уже на этапе монтажа да то есть прораб передал мастеру этот лист и у всех участников проекта было четкое понимание где какой чистой материал использовать опять же спецификация с полным номинованием производителей объемов и так далее сводный план по электрике это максимально насыщенный план с точки зрения электромонтажа здесь у нас и выключатели и розетки и бра и точные светильники и люстры то есть на этом плане можно полностью оценить какое электрическое наполнение будет вашей квартиры план расположения розеток здесь мы указываем количество розеток их высоты а также привязки от стен для монтажа черновой электрики используется этот план ему берет мастер и уже осуществляет электромонтаж при помощи этого чертежа план расположения выключателей и вот посмотрите вот каждый выключатель имеет привязку какому-то осветительному прибору это очень важный план для того чтобы можно было нашему заказчику оценить организацию включения и выключения освещения в его квартире то есть на этом этапе можно внести какие-то корректировки добавить включатель брать выключатель также добавить какой-то осветительный прибор и так далее план освещения здесь у нас столько осветительные приборы бра люстры точные светильники и точные привязки этих элементов то есть этот план тоже используется при монтаже черновой электрики для того чтобы вывести выводы для освещения в нужном месте план теплого пола теплого пола здесь много поэтому мы выделяем под это отдельный лист здесь у нас есть привязки теплого пола а также расположение терморегуляторов план вентиляции это самый важный план вообще в любом дизайн-проекте потому что про вентиляцию всегда забывают и начинают ее делать уже когда необходимо монтировать потолки вот чтобы этого не было делайте пожалуйста вентиляцию на этапе инженерного ремонта план подключения сантехнических приборов при проектировании вы должны уже понимать да какое оборудование вы будете использовать своем проекте то есть какая будет стиралка какая будет сушилка какая будет раковина какой будет унитаз это необходимо для того чтобы правильно расположить выводы водоснабжения и канализации потому что если вы вы видите по какому-то стандарту до стандарта не есть и потом купите оборудование она может не подойти придется снимать плитку штробить перезакладывать трубы потом классе плитку обратно и так далее вот что чтобы этого избежать мы сразу закладываем в проекте те модели которые необходимы которые нравятся заказчику и под них уже делаем выводы развертки по стенам когда у вас в проекте молдинги обязательно делаем развертки потому что просто взять и приклеить молдинги не получится здесь нужна точность до миллиметров поэтому там где молдинги мы по умолчанию делаем развертки по стенам здесь у нас развертка по кухне вы можете видеть расположение фартук здесь очень интересно вот в этом проекте часть стены тоже реализована в керамограните а дальше у нас идет уже обои под покраску и молдинги вот чуть позже увидите как это выглядит живую есть у нас тоже развертки по стенам развертки по ваннам мы делаем по умолчанию опять же да когда у нас есть проект да и мы делаем раскладку это одно когда у нас уже стены штукатурены размеры другие мы делаем перезамер вносим корректировки в проект для того чтобы раскладка красиво смотрелось на ваших стенах обычно это делают на авторском надзоре там берут дополнительные деньги заказчика и уже так сказать дорабатывают дизайн проект в процессе ремонта то есть мы делаем изначально до проектируем потом вносим корректировки когда уже есть точные размеры и заказчику не нужно платить дополнительные деньги за авторский надзор здесь у нас развертка по гостевому санузлу и ведомость отделки чистовых материалов на этих листах указаны все чистовые материалы которые необходимы для реализации вашего проекта производители полные названия и объемы чистового материала который необходим именно вам под ваш проект а теперь давайте пройдемся по квартире в живую и посмотрим что у нас получилось по факту сейчас мы находимся вами в коридоре он достаточно просторный не всегда такие планировки попадаются обычно коридор это метр десять метр двадцать и все достаточно туннельно здесь же ситуация другая у нас здесь вместился большой шкаф для верхней одежды также есть открытая секция и при необходимости можно включить освещение у этого шкафа дверь была естественно заменена от застройщика по поводу отделки у нас здесь стены разделены на две секции вы можете видеть что здесь у нас обои одного рисунка далее идет молдинг который разделяет стену на две составляющие дальше у нас идут обои под покраску а также добавили несколько квадратных элементов на стене при помощи молдингов по правую сторону у нас гардеробная эту мебель мы проектировали и изготавливали сами здесь у нас выдвижные ящики открытые секции и по правой стороне у нас инженерные коммуникации это силовой щит каждый элемент у нас здесь подписан и слаботочный щит также вот есть свободное пространство куда можно положить большие чемоданы если вы постоянно путешествуете то такое пространство вам действительно необходимо потому что туда взял поставил чемодан и забыл про него до следующей поездки далее проходим и попадаем гостевой санузел здесь у нас система инсталляции шкаф с зверцами который скрывает все инженерные коммуникации здесь у нас вода и отопление все сделано в одном месте для удобства пользования обязательно электрический полотеносушитель никакого водяного потому что водяной естественно рано или поздно потечет а это уже совсем другая история поэтому электрический полотеносушитель должен быть обязательно установлен взамен водяного снизу вы можете видеть дежурное освещение то есть это небольшой светильник который монтируется возле пола куда необходимо пробраться ночью чтобы никого не разбудить и не включать большое освещение здесь у нас столешница под которой спряталась стиральная машина а также несколько ящиков для того чтобы спрятать ванные принадлежности естественно зеркало у нас подсветкой включается и выключается при помощи клавиши и вентилятор в это помещение выведен у нас на отдельную клавишу вот вентилятор включился и выключился здесь у нас ванная комната достаточно много места тоже система инсталляции ванна раковина и зеркала подсветка здесь у нас сделано над самим зеркалом все такой большой массивное светильник который дает очень большое количество света здесь у нас скрытый люк это же доступ к коммуникациям еще один электрический полотеносушитель не забываем что я сказал чуть выше по поводу полотеносушителей они должны быть только электрические далее мы попадаем на кухню вот посмотрите какую интересную уютную кухню мы изготовили для нашего заказчика сейчас пройдемся по наполнению здесь у нас встроенный холодильник микроволновка посудомоечная машина раковина духовка и варочная панель полноценная вытяжка то есть никакой не угольный фильтр а вытяжка которая подключена уже к системе вентиляции и по правую сторону у нас бутылочница здесь можно поставить и специи и какие-то бутылки с вином и так далее очень много места можно спрятать практически все по материалу это у нас крашеная эмаль столешница искусственный камень сделали отбортовку вот таким плинтусом из материала аналогичного столешницы корпуса у нас это егер лдсп 12 миллиметров часть фасадов у нас сделаны прозрачными для того чтобы можно было поставить какие-то элементы на которые хочется смотреть всегда и сама кухня у нас совмещена с гостиной чтобы попасть гостиную нам нужно открыть такие две сдвижные двери раз и два и мы попадаем в гостиную здесь у нас чуть попозже приедет диван напротив телевизионная зона вот мебельная конструкция здесь у нас тумба и шкаф здесь можно расположить верхнюю одежду и у нас осталось еще одно помещение это спальня здесь у нас все по классике большая двухспальная кровать тумбочки слева и справа напротив телевизионная зона просторный балкон и здесь у нас уместился еще шкаф для верхней одежды версию не тоже сдвижные вся мебель нашего производства расскажу про интересные мелочи вот сначала мы монтировали мебель а потом уже клеили молдинг который разделяет одни обои от других здесь вот посмотрите более наглядно как это выглядит здесь на собой под покраску здесь уже классический обои и молдинг который делит плоскость на 2 составляющий здесь у нас ситуация поинтереснее если у нас есть еще квадратные элементы тоже из молдинга и здесь не на собой в молдинг обои под покраску молдинг и обои под покраску а вот на кухне комбинация сделано из керамогранита далее идет бордюр обои под покраску молдинг и обои под покраску получилось очень стильно и Наши заказчики молодцы, донесли идею, чего они хотят, и наш отдел дизайна уплотил их мечты в реальность. Вот такой проект у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok